Высока вероятность у десятков спортсменов остаться без центра настольного тенниса в Иркутске. Проблем несколько и для решения каждой нужна финансовая поддержка. Алена Полоненко пообщалась с тренерами и спортсменами и оценила масштаб возможной спортивной беды. Каждый удар сокращает время до конца тренировки и до закрытия центра настольного тенниса Иркутска. Содержание зала, в котором занимаются около 60 детей и примерно столько же взрослых, последний год оплачивали из областной казны. 1 февраля действие договора прекращается и продлевать его не планируют. Такая ситуация не впервые. В 2014-м центр на 9 месяцев закрыли из-за долгов. Большая часть детей теннис забросила, некоторые искали альтернативные варианты. Их не так много. Секции в одной из школ, а также во дворце спорта. Именно в труд Анна и отправила своего сына, который занимается теннисом с третьего класса. Честно говоря, мне не очень нравилось. Не только потому, что ездить приходилось, но потому, что там такое полуподвальное помещение, очень низкие потолки, сыроватый воздух тяжелый. Здесь-то созданы все условия, я считаю, просто прекрасные для занятия. Прекрасные условия центру не по карману. В месяц на аренду и коммунальные услуги нужно более 300 тысяч рублей. Прибыль едва покроет треть расходов. За последний год в этом зале прошло сразу несколько крупных соревнований. Четыре первенства и чемпионата области. Первенство Сибирского федерального округа для юниоров, на котором, кстати, ребята из центра завоевали второе место. Состоялся фестиваль настольного тенниса для детей, в котором приняли участие больше ста человек. Невысокая загрузка в будние дни – один из аргументов. В пользу того, чтобы дальше не содержать зал за счет областной казны. Пустые столы здесь есть всегда, но и столов этих 18. В секции дворца спорта – шесть. Там должно быть, если не круглосуточное, то хотя бы дневная загрузка максимальная. На сегодняшний день пока мы этого не увидели. Системная работа по подготовке спортсменов как таковой, что относится в первую очередь к полномочиям министерства, пока не осуществляется. Поэтому в условиях нынешних экономических, вы сами понимаете, нам все труднее становится оправдывать те расходы, которые мы несем. Расходы могли бы взять на себя городские власти, но для этого здания должны передать из федеральной в муниципальную собственность. Процесс долгий и пока не начался. Как нам сообщили в администрации Иркутска, официальных обращений от представителей учреждения к ним пока не поступало. Хотя у трех тренеров на этот зал большие планы. Здесь были у нас китайцы, которые предлагают нам, имея такой зал, даже гости из Харбина, предлагали здесь провести открытое переселение Харбина с приключением сибирских игроков. То есть контакты уже налаживались. Если нас не закроют, через 4-5 лет у нас люди в сборной страны будут играть. Я это гарантирую. А вот дать гарантии, что центр настольного тенниса продолжит свою работу в феврале, пока не может никто. Алена Полоненко, Андрей Назаров. Новости по будням.